предыдущая серия закончилась на том что мы собрали заднюю часть волгатте и это уже действительно стало похоже на машину самом конце многие заметили что спойлер стал функциональным и начал двигаться прямо как в оригинале с реализации этого механизма мы и начнем первым делом на лазерном станке из тонкой 4 миллиметровой фанеры вырезаем вот такой конструктор пришло время продолжить наши работы по заднему выдвижному спойлеру для этого наконец-то к нам приехали долго-долго ехали но приехали активаторы линейная из китая они будут у нас выполнять роль стоек спойлер на которых он будет крепиться и выезжать для крепления активаторов спойлеру изготовили вот такое крепление пока из фанерки из фанерки временно пока наши детали основные режутся на лазере также были заказаны для линейных активаторов шесы вот это вот родное крепление мы отсюда выкрутим здесь будет стоять шарнирное соединение которое позволит жестко закрепить сам спойлер на линейный активатор Все уже финально закрепим, мы будем проверять и настраивать Специально заказывали два активатора разной длины, чтобы в конце своего подъема спойлер менял угол атаки Сейчас подсобрали примерную схему, как это все будет установлено на машине Сейчас покажу о чем я Думаю принцип работы всем понятен Теперь осталось дело за малым Необходимо установить механизм в кузов Да так, чтобы он остался функциональным Этим собственно и занялись В первую очередь вырезаем ниши Сперва засверлились, а затем при помощи болгарки вырезали необходимую форму 5 минут и готово Так, изучили мы конструкцию данных актуаторов И пришли к выводу, что нас не устраивает вот этот момент Сам вот этот шток Он очень тонкий, он алюминиевый И по нашему мнению он достаточно хрупкий Поэтому мы изготовили такие же штоки, только из нержавейки Эти штоки сильно крепче, стенка сильно толще Думаю, что нам, ну, эта прочность уже с запасом А так как они из нержавейки Было принято решение их еще и отполировать Что тоже придаст нам чуть более эстетичный вид Собственно, полировкой Коля и занялся Спустя 20 минут имеем вот такую красоту В итоге мы заменили штоки на более крепкие Поставили шарнирные соединения И это действительно стало похоже на настоящий добротный механизм Который осталось интегрировать в кузов Первым делом вкидываем наши узлы в подготовленные отверстия Аккуратно вставляем и делаем замеры Поскольку кузов сделан из стекловолокна Было решено крепить механизмы таким же способом Первым делом по месту придумываем корпус С усилителями, косынками и ребрами жесткости Сперва делаем это из картона После того, как картинка вырисовалась Переносим картонные заготовки на стеклопластик Основные панели мы вырежем из заранее сделанного листа стекловолокна А уже потом по месту соединим их между собой и к кузову Как-то так Расчертили, нарезали и снова отправляемся в Нарнию Теперь всеми возможными способами надо собрать конструктор Перед тем, как закатать его стекломатом Тут здорово выручает клеевой пистолет Элемент за элементом И у нас получается вот такая штуковина Которую хорошенько армируем стекломатом Все наши проекты строятся на базе существующих машин Мы подбираем максимально подходящую модель Ищем ее в продаже Покупаем и начинаем проект А также и продаем свои авто С этим нам здорово помогает Авито Авто Это сервис для спокойной продажи автомобилей Каждый день миллионы людей выбирают себе автомобиль на Авито А значит и ваш покупатель там точно найдется Вот как пример Поищу машину из Москвы От 2 миллионов не битые от 2017 года Смотри сам, сколько на Авито такого добра Глаза разбегаются У каждого пользователя есть рейтинг и отзывы Благодаря им ты всегда понимаешь, что перед тобой адекватный человек с опытом Общение проходит либо в переписке, либо по телефону Причем при звонках через Авито покупатели видят только временный номер Выставить тачку очень просто Загружаем фотографии Выбираем комплектацию Пишем описание и готово Также тут есть Авито оценка Она подскажет, сколько стоят похожие машины Чтобы можно было не торговаться Очень удобно А еще тут же можно скачать договор купли-продажи Заполняешь его своими данными Распечатываешь и используешь при заключении сделки Так что переходи по ссылке в описании И без лишних нервов продавай свой автомобиль Следующим этапом надо придумать жесткое крепление актуаторов к кузову Поскольку стекломат очень податливый материал Этим и воспользовались В итоге мы просто закатали корпус А после того, как смола высохла Имеем идеально подогнанную стеклопластиковую крепежку Которая работает и выглядит следующим образом Тем временем у нас возникла большая дилемма Изначально я планировал, что передняя часть авто будет выглядеть следующим образом Красивый благородный белый цвет в комплекте с хромированными деталями К этому дизайну мы и двигались Но, как это часто бывает, в процессе планы поменялись Именно поэтому Андрей взялся за когда-то хромированный ободок фары Снял, хорошенько отшлифовал, обезжирил и покрыл грунтом Вы все правильно поняли Мы решили вот эти вот ржавые ободки не восстанавливать хром Мы решили сделать их из карбона При том, что не путем ламинирования Мы хотим сделать полностью новые карбоновые ободки фар По технологии вакуумной формовки Для этого нам нужно изготовить максимально качественный болван То есть вещь, из которой будет сниматься уже матрица Ободки у нас левый, правый симметричные Поэтому будем делать один Вот, один оставим такой для примера, каким он был Вот, а с этим мы будем работать Зачистили ржавчину Задули его кислотником Очень хорошо высушили И наверх нанесли полиэфирный грунт Который якобы как жидкая шпаклевка Но все равно ободки еще не идеальны Нужно максимальное количество времени уделить нашему болвану Так как это будет наша основа И здесь не должно быть никаких изъянов Которые потом окажутся на готовом изделии Поэтому мы сейчас его подмотуем И будем его шпаклевать Наносим рисочку для того, чтобы шпакля держалась И будем шпаклевать Субтитры сделал DimaTorzok Тут, наверное, у многих возникнет вопрос Зачем отходить от изначального дизайна? Ведь он действительно смотрится отлично На самом деле мы еще не приняли финального решения И захотели взглянуть на дизайн с другой стороны В любом случае это не классическая реставрация У нас смесь эпох и технологий В задней части Bugatti будет много карбоновых деталей Тут-то и пришла мысль заменить наш хром на кованный карбон Пока просто как идея Которую мы визуализировали И получили вот такие рендеры К тому времени Андрей вывел в идеал Форму бывших кривых ободков Для того, чтобы получить будущие идеальные детали Забегая вперед скажу Что таких ровных ободков Еще никогда не ставили на Волге Поскольку после штамповки Всегда оставались следы Которые мы убрали И закатали идеальный ободок в стекломат по технологии В итоге получили матрицу Которая готова к изготовлению ровного карбонового элемента Но об этом немного позже Тем временем вернемся к спойлеру В итоге мы вырезали из нержавейки Точно такой же конструктор Который изначально собрали из фанеры Теперь осталось его хорошенько ошлифовать И убрать следы резки Следующим этапом необходимо встроить эти элементы Непосредственно в спойлер Который и будет подниматься И менять угол наклона В зависимости от ситуации Для этого вырезаем в нем сквозные отверстия Кладем на кузов И снова начинаем закатывать те отверстия Которые только что вырезали Делается это для точного позиционирования На данный момент спойлер лежит четко в том месте Где будет располагаться в закрытом состоянии Так же как и металлические площадки Поэтому мы их монолитим по месту И наверняка уверены Что все сойдется в дальнейшем В итоге одна из закладных у нас закатана в корпус спойлера А вторая будет крепиться с нижней его части Тем самым создавая максимально надежный крепкий бутерброд Конечно этому бутерброду необходимо где-то прятаться в закрытом состоянии Этим и занялись Изначально мы просто вырезали сквозные отверстия Которые сейчас надо облагородить В итоге спустя несколько дней Мы имеем вот такие ванночки Теперь осталось сделать отверстия Через которые будут входить и выходить актуаторы Но тут не все так просто Как вы видите одно из отверстий имеет простую круглую форму А вот второе больше напоминает овал Дело в том что один из актуаторов Должен менять свое положение Для того чтобы спойлер менял угол Тут то и пришлось заморочиться Конечно можно было просто оставить овальное отверстие Но мы решили сделать соединение с уплотнительными резинками Сальниками Для того чтобы защитить механизм от потенциального попадания влаги Это и было основной сложностью Но в итоге все сложности тут решены Можно отправляться к следующим Для того чтобы изготовить ободки фар из карбона Нам понадобится карбон Как это ни странно Его и весь сопутствующий товар Уже как пару лет заказываем у Fusion Technologies Тут всегда широчайший выбор всех расходников и материалов Оперативная связь и доставка Смело рекомендую Не успел я закинуть в корзину все необходимое А Андрей уже распаковывает посылку И сейчас мы там заглянем что-то нам пришло Какая-то круглая штука Но это не арбуз Ресивер что ли Не знаю сейчас будем разбираться А это у нас вакуумный насос И он не для аквариума А для вакуумной инфузии Значит ресивер Вакуумный насос Что тут у нас У нас тут компоненты Смола Инжекционные Отвердосик Так это у нас жертвенная ткань Шланг для подключения Жгут герметизирующий Так сетка И вот карбон Карбон вот который кован Он уже нарезан Но это не все Еще у нас есть Карбон в рулоне Рулон где упаковано много всяких штук Чтобы не высылать Много рулонов Это все намотали В один рулон Пленки И дальше пошел карбон Вон с красным Плетением И там наверное где-то Черный Наша матрица готова К изготовлению Карбоновых ободков фар Приступаем Итак первое что нам нужно Сделать с матрицей Это нанести разделительный слой В первых разах Мы пользовались воском Со стеклопластиком Работает хорошо Но в условиях вакуумной инфузии Не работает вообще Деталь в итоге залипла Я ее ковырял Полностью выковыривал с матрицы Поцарапал матрицу Матрицу не стал переделывать Как бы для наших нужд Она еще осталась годная Но слегка мы ее поцарапали Потом спиртовой разделитель Спиртовой разделитель В принципе с вакуумом он работает Но там есть один нюанс Что при укладке ткани Если вы ее как-то будете потом Менять ее положение Там шевели Да отрывать То вы оторвете вместе Со спиртовой вот этой вот Пленочкой И как бы деталь уже тоже Приходит в негодность И залипает В итоге мы пришли К двухступенчатой Системе разделителей Это сначала идет Порозаполнитель А потом полупостоянный разделитель Наносится он В несколько этапов С промежуточной сушкой Мочится ветошь И просто Такими вот движениями Натирается деталька Слой этот очень быстро высыхает Где-то спустя 5 минут Можно наносить следующий Разделитель наносится Не менее 5 слоев Вот первый раз Потом можно наверное 10 А потом После каждого съема С матрицы Добавляется 1-2 слоя Еще один немаловажный момент Места Где будут клеиться Герметизирующий жгут Нужно защитить Малярной лентой Таким вот образом И добавляем еще слой Разделителя Пока наш разделитель сохнет Приступаем к подготовке карбона Карбон у нас будет кованый Два варианта кованого карбона Первый это когда Нарезается ромбиками Такая вот шашка крупная И второй вариант Когда вот берется такая рубленая солома И из нее выкладывается рисунок Почему мы здесь будем использовать эту шашку Мне больше нравится такой рисунок Ну и шашки Он такой более крупный Это солома Она как бы тоже классная Тоже прикольная Вот для этой детальки Мне кажется Вот я выбираю вот эту шашку Ну солома тоже как бы классенькая Такая она прикольная Тоже разные вот этой вот плотности Тут покрупнее Тут помельче Вот это вообще такая деревянная Солома тоже имеет место быть Предыдущие разы Карбон нарезался просто ножницами Как бы рабочая схема Но довольно таки муторная Подсказали нам вот О существовании таких вот ножей Как это работает Вот так вот прям очень быстро и шустро Следующий шаг Приступаем к выкладыванию кованого карбона Что тут сложного Скажете вы Взял Разложил да Ну ничего не выйдет Еще здесь будет много слоев Которые будут шевелиться И в итоге весь наш этот карбон Просто свалится вот туда Вот в это углубление да И ничего хорошего не выйдет И тут на помощь нам придет клей Которым мы будем сбрызывать матрицу И каждый следующий слой На который будут приклеиваться карбон И тоже следующие слои Которые будут дальше И который в итоге Когда пустится уже смола под вакуумом Этот клей смола растворяет И он исчезает Но он нам критически прям нужен Для вот изготовления такой сложной детали Чтобы все это лежало там Где мы это уложили Иначе когда удастся вакуум Все это стянется И просто вот в этом углублении Весь наш рисунок соберется Наносим клей Эээ вонючий И просто вот укладываем мозаичку На первый взгляд кажется, что карбон разложен по всему периметру Останется лишь пропитать его смолой И деталь готова К сожалению, это не так И в ближайшие 10 минут придет еще не одно смс-уведомление О списании средств за материал для этих ободков Уложили мы первый слой кованого карбона И далее нам необходимо набрать уже толщину изделия Заармировать его Сначала мы будем вложить 240-й уголь А наверх мы будем вложить уже финишный слой 600-го Крепкий такой плотный слой Сразу не будем класть 600-й Потому что у него очень крупная вот эта фактура И она вакуумом продавит кованый И на нем будет тогда вот видна вот это вот плетение Поэтому мы сначала более мелким укладем Также можно смело набирать толщину и армировать стеклотканью белой Так иногда очень шутят мастера, что это белый карбон Нет, это просто стеклоткань Но мы сделаем полностью карбоновую деталь Поэтому будем работать углем Приступаем к нарезке 240-го карбона Думаю, уже сейчас понятно Почему кастомные детали из карбона стоят как крыло от самолета На данный момент мы не прошли и половину технического процесса А многие, наверное, бы уже забросили это дело И просто покрасили старые хромированные ободки в черный цвет Совсем немного терпения И мы наглядно сможем убедиться, стоит ли оно того 240 уложили Наверх уже 600-й Ну, как вы заметили Карбон тканый Он очень легко разваливается, лохматится Для того, чтобы он не лохматился А чем крупнее, тем он сильнее разваливается Потому что крупное плетение Я его пропитал клеем изнутри Так он держит более-менее свою вот эту геометрию И так нам будет разваливаться Вот И все таким же образом наклеиваем Да-да, еще один слой совсем не дешевого карбона Просматривая этот материал, я искренне надеялся, что это последний слой Но уведомления интернет-банкинга говорили об обратном Уложили наш карбоновый пирожок И следующий слой Это Жертвенная ткань Это стеклоткань, которая пропитана Разделительным составом Который не приклеится к нашей детали Который будет отделять нашу Смолопроводящую сетку Из-за которой мы потом Ее отделим, оторвем Окей, жертвенный слой не особо дорогой Как оказалось, надеюсь на этом все Уложили наш жертвенный слой Тоже нужно, чтобы все было Полностью закрывало нашу деталь И с напуском, чтобы было удобно Откуда ковырнуть и сдирать его Следующий слой Это смолопроводящая сетка Сетка, по которой смола Будет равномерно распределяться по нашей детали И не будет каких-то карманов, куда она не затечет Его уже, к сожалению, на клей Плохо получается фиксировать Поэтому тут уже Короче, как-то импровизируем Пока не придумал, как я лучше фиксировать Или не подсмотрел у кого-то Ладно, окей, просто отключу смс-уведомление от банка Наша система почти готова Очень важно все фиксировать на клей Иначе это просто куча вот этого салата Хаотично ерзающая друг Относительно друга Которая не позволит нормально нам сделать Хорошую вакуумную инфузию Приступаем к укладке трубок Нам понадобятся трубки И они должны быть жесткие Чтобы их не продавил вакуум Если мы возьмем мягкие трубки То их вакуум продавит И у нас может прекратиться подача Или смолы, или отвод вакуума Еще мне тут товарищ подсказал Такой вот лайфхак На трубочке Сетку Смолопроводящую клеить Так оно как-то вот Интереснее смолу распределяет За лайфхак и отдельное спасибо Когда еще вот такие тюльпаны делаем Он, конечно, здоровый Можно наполовину меньше Да, жгут, кстати, тоже стоил денег Теперь очень сильно наглядно понятно Зачем мы заклеивали края матрицы Где будет клеиться герметизирующий жгут Эти края засрались клеем И всякими вот волосюхами Теперь мы аккуратно Отдираем малярку И имеем чистое место для приклейки жгута Приклеиваем наши трубки Будем тянуть по диагонали Вот так вот Укладываем герметизирующий жгут Вот так вот Так Далее нам понадобится пленка Которая будет весь наш бутерброд Держать под вакуумом Пленки обычно требуются в два раза больше Нежели деталь Пленку начинаем фиксировать с краев Окей, пленку можно уже не считать А вот весь остальной расходный материал Для создания одного ободка Обошелся в 50 долларов Или 5 тысяч рублей Это просто стоимость материала Без учета работы и матрицы Наша вакуумная система Почти готова к запуску Как вы заметили Целлофана я взял в два раза больше пленки Пленка у нас не тянется Поэтому сделал вот такие вот складки Которые должны дать Именно вот этот объем Уже на усадку Чтобы было куда целлофан укладываться И теперь прокатаем все вот эти вот краешки Чтобы исключить нашу утечку Итак, собираем Подсоединяем к вакууму Нашу установку Из чего она же состоит Вакуумный насос Ресивер Ловушка для смолы Но это потом Вот С манометром По которому мы будем видеть Держит ли наш пакет давления Есть ли у нас проблемы Дальше мы закрываем вход Так, закрываем мы таким способом Чтобы у нас вакуум Тянулся Не сразу На максимум А мы немножко придавим трубку Теперь мы перекрываем вход вакуума тоже Дабы исключить потери На вот этой системе Возможно там где-то будет тихонить Вот И оставляем нашу систему На сутки Ну как получается Во времени И мы должны сейчас проверить На утечке То есть возможно Есть где-то маленькая какая-то Какая-то дырочка Которая пустит наш вакуум И все у нас накроется Иначе Потом будут у нас большие проблемы Когда мы пустим смолу Приступаем к замешиванию состава Эпоксидную смолу Будем размешивать Разводить Очень важно Правильно выдержать Дозировку Так далее Производим Дегазацию состава Итак Для создания одного ободка Уходит около 50 долларов На материал Если подсчитать Андрея часы И затраты на создание матрицы То изготовление двух ободков на заказ Обошлось бы в 400 долларов Или 40 тысяч рублей Конечно Для нас это выйдет Немного дешевле Поскольку весь процесс Мы закрываем самостоятельно Но все же Это обойдется недешево Операция проведена успешно Мы дождались Пока смола дошла До откачивающей вакуум трубки И Нам хватило Чуть-чуть Смолы Просто вот Я словил тот момент Когда она уже начала заканчиваться Я развел Всего 135 грамм И это был Идеальный просчет Не знаю Как я так угадал Какое-то везение Сегодня на моей стороне Все Ждем Отверждения Роспаковка Прошли уже Сутки Наша смола Полимеризовалась Но перед тем Как запечь Это все под Инфокрасной лампой Нам необходимо Достать детали С формы Мне вот стало интересно А сколько вообще стоят карбоновые детали для Bugatti Chiron Немного погуглил и офигел Вот такая бушная карбоновая вставка в задний бампер Chiron'а стоит 90 тысяч баксов Или 9 миллионов рублей И это не целый бампер А всего лишь пазл Для сборки которого понадобится еще не один элемент И конечно же вот такая деталька из карбона за 50 тысяч долларов На которую опускается спойлер Это не механизм Это просто кусок карбона А про стоимость механизмов разузнаем в следующей серии И разбираем наш бутерброд в обратную сторону Скажем так Но это всегда непросто Мы теперь нащупываем нашу жертвенную ткань Которая не приклеилась к самому изделию И отдираем его вместе с сеткой Которая проводит смолу Ну вот наглядно видно как работает жертвенная ткань Она отклеилась от нашей детали И деталь осталась красивая Ну я аж спотел по мне видно По дым Вот такая красота Это без лака Теперь мы подрезаем все эти борта Шкурим и лачим Сейчас осталось ее хорошенько отшлифовать И покрыть глянцевым лаком Тут наверное у вас возник вопрос Зачем нам вообще карбоновые детали Если они такие дорогие и сложные в изготовлении Дело в том что альтернатив особо нет На мой взгляд все альтернативы смотрятся дешево Я вижу лишь исполнение в настоящем хроме или карбоне С карбоном все понятно А вот по хрому есть вопросы Мы точно не рассматриваем варианты декоративного хромирования Или химической металлизации По ряду причин это не наш вариант Рассматриваем исключительно классическое гальваническое хромирование Если у кого-то есть возможность отхромировать так детали Напишите пожалуйста нам Контакты есть в описании ролика Да я тут немного приболел к концу этой серии Поэтому извиняйте за голос В итоге настоящие детали из так называемого кованого карбона Выглядят следующим образом И тут как никогда важно ваше мнение Обязательно пишите его в комментах От этого и будет зависеть финальный дизайн машины А если у кого-то есть доступ к гальваническому хромированию Будем очень признательны за информацию и предложение Контакты есть в описании ролика Итак с ободками разобрались Возвращаемся к спойлеру Приступаем к сборке нашего спойлера Напомню что мы вклеили в него Вкатали металлические пластины с резьбами В которые будут прикручиваться кронштейны Кронштейны сварил и полирнул Коля Но это пока временный Потом доведем до идеала Этот отсюда Этот отсюда В итоге спойлер сделан из стекломата с металлическими закладными Он пустотелый внутри А это значит что очень легкий и крепкий Следующим этапом готовимся к установке Как вы помните в нашей конструкции 4 актуатора Два дальних жестко крепятся к кузову А вторая пара подвижная Между собой они соединяются вот такой планкой для жесткости Собираем нашу схему всю воедино Линейные актуаторы мы установили Здесь у нас все на герметичных сальниках Здесь шуфлядки которые ездят Так здесь у нас сливы для накопившейся воды Сверху у нас спойлер будет крепиться через шаресы Шарнирное соединение Шарнирной подшипник Он сюда вот так залетает И все это болтом притягивается Пока ребята занимаются финальной сборкой Поделюсь еще одной новостью Многие знают что мы плотно занимаемся И ведем наш телеграм канал Мы пытаемся его монетизировать И это жизненно необходимо для существования мастерской Там мы выкладываем контент Который не вошел в основной ролик Показываем внутреннюю кухню И много другого уникального контента Недавно кстати выложили голосовалку В которой определяемся какие детали все же делать Хромированные или из карбона А еще там есть небольшой пост О стоимости изготовления этого подъемного спойлера Так вот наша группа перевалила за 40 тысяч подписчиков И мы готовимся к юбилею На 50 тысяч подписчиков мы решили сделать крупный розыгрыш Среди всех участников телеграм канала В котором будут крутые дорогие подарки Наподобие вот таких ретро светильников от нашей мастерской Обязательно присоединяйтесь Ссылка есть в описании Я прекрасно понимаю что нас смотрит огромная аудитория И далеко не каждый имел опыт работы со стеклотканью С линейными актуаторами и шаэсами И конечно же многим непонятно Насколько все это надежно и функционально Так вот все для вас Три два один поехали Думаю запас прочности не вызывает сомнений А вам спасибо за просмотр и добра топора Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok